Итак, у нас сейчас в кадре Николай, самый известный человек, к которому обращаются с замокупкой. Один из самых известных ребят, к которым обращаются, потому что я всегда знаю, вот там где технику купить, вот позвони Николаю, здесь приди и все хорошо, тут здесь душевно, вот ты пользуешься популярностью со стороны душевного. Что сейчас заходит на рынки? Давай поглянем по технику. Что ты сейчас привозишь и что сейчас в тренде? Абсолютно все. Продается очень много камер, я камеры не продаю, но мои партнеры в том числе продают камеры. Соответственно, все, что касаемо обвеса для камер. Это клетки, это мониторы, это различный свет, обязательно свет, потому что покупаются камеры не только для съемки, я не знаю, репортажа, да, это можно использовать на камерный свет, а для съемок интервью, для съемки блога, для трансляции и так далее. Ну, все практически, микрофоны, все. Какие-то бренды или топовые позиции, которые постоянно продаются, есть? Мониторы, аккумуляторы, клетки, это самые популярные для тех, кто снимает видео. У меня в основном только видео оборудование. Ты в основном приходят новички сейчас, вот на текущий момент рынка, мне интересно, в 2024 году. Либо докупаются профессионалы, вот как это происходит? И то, и другое. Новичков очень много, на самом деле камер продаются очень много. Есть подозрение, что их продаются больше, чем до начала известных событий. Ага, в связи с чем это связано? Да, сложно сказать. Возможно, что у людей появилось больше денег. Творчеством хотят заниматься. Опять же, вот такие форумы, они продвигают индустрию, то есть люди воодушевляются и покупают себе камеры. Соответственно, чтобы купить камеру, это только полбеды. Да, надо научиться сейчас снимать. Нужно снимать, да, и еще купить к ней обвес, потому что вот блогеры типа Тарана советуют, что камера, надо клеточку купить камеру, еще и монитор купить камеру. И еще туда-сюда, еще и тренд-магазин, захотя. И там на круг уже выходит еще одна камера по деньгам. Да, только на обвес, да, я не понимаю, чем это. Да, по сути, так оно и получается. И здесь вот со стороны продвижения, как ты продвигался, что тебя все операторы знают, Москвы, как такого душевного человека, сколько можно еще пообщаться. Так сложилось, что я один из первых был на рынке, кто начал привозить китайское оборудование и его продавать. И это повлияло на продвижение. То есть сарафанное радио очень серьезно работало в свое время. Ну, один из первых. Касаемо китайского оборудования, вот ты как один из первых ребят, который завозишь его, как поменялось качество его и поменялось ли? Ну, диаметрально противоположно, конечно, поменялось. И качество, и количество, и цена в том числе поменялось. То, что было там 10 лет назад и то, что сейчас, это совершенно разные вещи. И раньше китайцы, возможно, копировали западные аналоги, сейчас они уже начинают... Получились делать свое. ...разработкой заниматься и уже понимают, что такое маркетинг, что такое жизненный цикл товара и так далее. То есть, это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо. Потому что выходит на рынок огромное количество оборудования, за которым ты иногда не успеваешь следить. Вообще не успеваешь следить. Реально. Даже если взять компанию Dezo Film, которая производит объективы, у них уже столько линеек объективов. То есть, ни одна, ни две, ни пять, а там уже, наверное, штук 15. Это за короткий промежуток времени. А еще ты, как человек, который у тебя магазин, ты постоянно должен в этом вариться. И это вот как с нейросетями, да? Вот я понимаю, что ты неделю новости не почитал и все просто там какое-то было. Можно уже все из этого информационного фона выпасть и тебя забудут просто. Можешь какой-то бренд порекомендовать со стороны народного потребления? Что больше всего берут? Ну, слушайте, сейчас объективы Viltrox для камер Sony, для камер Fuji, они актуальны. Достойные аппараты. Да, выше среднего качества за разумные деньги. И очень с небольшим количеством брака. Ну, соответственно, обрез для камер Tilt, Small Rig. Ну, Tilt – это постоянно. Но Viltrox очень быстро вышел на рынок сейчас, да? Да, Viltrox, они делают сейчас и объективы, и у них даже клеточки для камер простенькие есть. И они даже делают уже киношную оптику. Да, я видел, сейчас начинают появляться. Эпик объективы, аноморфоты, полнокадровые. Что вообще на рынке редкость, полнокадровых аноморфотов под PL практически нет. И уже недешево стоит. То есть, грубо говоря, комплект из пяти объективов уже получается в районе полутора миллионов рублей. И вот здесь последний вопрос. Как новичку во всем этом разобраться? Блогеру смотреть. А вы должны продвигать эту информацию. То есть, также следить за какими-то новинками и делать обзоры или просто анонсы хотя бы. Тоже очень важно. Супер, благодарю тебя, было очень полезно. Ребята, приходите к Николаю в фоторан. Ну что, ребятушки, форум – это здорово, это круто. И я сегодня на форуме впервые представляю студию подкастов «Москва». Если вы хотите снимать ваши подкасты, если вы хотите снимать блоги и форматы интервьюшек, пожалуйста, заходите. Москва-Сити, Нива Тауэрс ждет вас. Классная обстановочка. Сделали все для вас, для того, чтобы вам можно было максимально круто снимать. Но самое главное – это услуга монтаж в режиме реального времени. Это когда вы приходите к нам, мы записываем вам. И сидит режиссер монтажа и сразу одновременно переключает камеры. К вечеру вы получаете уже готовый монтажный фильм. Да, возможно, вы где-то там не договорили, а говорились, но у вас уже есть материал, с которым вы работаете. И вам дешевле становится режиссер монтажа, который тратит меньше времени для того, чтобы это все дело смонтировать. Мы передаем вам проект в программе «Премьер Про» либо «Довинчи Резолф», либо в любой другой программе, как вам удобно. Поэтому приходите на нашу студию подкастов, будем ждать вас. Ну, а также я хочу сказать об анонсе YouTube-агентства «Макари Про и партнеры», в котором мы под ключ занимаемся ведением YouTube-каналов, развиваем их, развиваем экспертов, бизнесу и помогаем вам на этом зарабатывать, приводить клиентов. Есть достаточно большой бэгграунд. В общем, кейсы, ссылки – все в описании. Мы погнали дальше. Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем изучать интересных людей, изучать конференцию. Сегодня у нас в связи человек, которого вы не можете не заметить, если вы будете здесь. Просто представься зрителям. Я накидаю тебе пару вопросов. Гарик, здрасте. Направление твоей деятельности. Я, ну, в данный момент времени я, наверное, больше инфо-цыган. Хожу, выдумываю удивительные истории. Люди думают, что я какой-то великий кинодел, это классно. Получаю от этого удовольствие. Но ты создаешь впечатление человеку, которому хочется отдать денег. А, да? Да. А я в этом экономический покол абсолютный. Попробуй попросить колю. Я, блядь, если… Миллионером просто. У меня гипертрофированная эмпатия просто. Понимаете, я не могу. Я очень люблю… Ну, не всех, но в основном людей люблю, доверяю. И если человек не хочет просто так прийти и дать денег, я никогда просить не буду. Я понял. На конференцию пришел ради чего? Зачем? Ну, затусить. Это контакты, подписчики приходили. Своего рода удовольствие. Потому что, ну, если у вас кто-то блогер, а вы же, наверное, знаете, есть же голод. Вот этот голод, когда ты долго что-то не делаешь, не снимаешь, на стримы не выходишь. Не голод по вниманию, а блог становится частью твоей жизни. Люди, которые тебя смотрят, это часть твоего какого-то вот этого паттерна социального. И его надо как-то подпитывать. Это как своего рода еда, что ли. Ну, сходил в ресторан покушать. Рекомендуешь ли ты данный форум новичкам, которые, ну, ни разу вообще видео не держали, но хотят изучать? Ну, что здесь полезно можно найти? Ну, конкретно в этом году, я так понимаю, ребята сейчас экспериментируют уже с какими-то серьезными людьми, которые участвуют там в серьезных проектах, операторы там, какие-то режиссура, вот это вот все. Мне, на мой личный взгляд, это немножко отдаляет мероприятие вот простых именно, простых людей. Потому что мы вот с Денисом когда начинали, Денис меня с самого первого в ВИДМК приглашает. Вот там мне нравилось больше, потому что был этот вайб чего-то неофитства какого-то. Ты понимаешь, что появляется человек, который для людей, не с ведущих вообще в этом ничего, да, он для них является каким-то наставником. Ну, хорошо, да, вот там ребята сидят, слушают какого-то световика из кино. Ну, это хорошо, но в их жизни это будет абсолютно неприменимо, потому что есть немного разные ипостаси одного и того же. Ну, типа, один и тот же человек стоит за камерой, только один человек участвует как оператор где-то там в больших проектах за бабки, а второй человек только мечтает это сделать. И мне кажется, вот то, что рассказывает этот чел, оно вообще не подходит под паттерн вот той парадигмы, в которой находится этот чувак. Послушать интересно вот ровно настолько, насколько там интересно прослушать про Роллс-Ройс, там, Кулиман, блин, за 200 миллионов рублей. Ну, типа, интересно, но для жизни это... Я надеюсь, кстати, что они все-таки... Докрутят. Одумаются, да, и все-таки фестиваль вернется более вот к этому неофитскому вайбу. Да, я не против там каких-то крутых ребят, там, все, но мне кажется, это чуть отдаляет от... Вот здесь есть две зоны нетворкинга и пошел-послушал, то есть, что хочешь, можешь комбинировать, в принципе, выбирай. А что с трендом видео в 2024 году, на твой взгляд? Телефоны, вертикалки, все катится к этому. С одной стороны, радостно, что остановилась гонка разрешений, там, ну, 8К, мегапикселей, 8К. Да, это, блин, ну куда, у тебя основной потребитель это телефон. Ну, типа, вот это радует, знаешь, почему радует? Потому что, ну, там, я буду меньше денег тратить на новинки, на какие-то. Вот если бы мир пошел по пути развития телевизоров, у нас бы появились видеостены, естественно, росло бы разрешение, росли бы требования. Вот это все, конечно, там была бы другая совершенно гонка, мы бы все загнали за этим. Ну, поскольку мы живем в мобильном мире, люди постоянно перемещаются. У многих даже телевизоров нет дома, просто это все. Вот у меня сын живет в Москве, он снимает студию, у него нет телевизора. Ну, нет, 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 нет. Весь контент, да, необходимости, весь контент в телефоне. Максимум можешь, чтобы купить этот проектор, который через Bluetooth. Да, там, за 15 тысяч рублей на стену спроецировать. И там разрешение не нужно, потому что проектор, который умеет 4К, он нам стоит космических денег, там, в нем смысла особого нет. Вот это прикольно. Вот то, что технический прогресс чуть-чуть будет останавливаться, это круто, потому что мы будем меньше денег тратить на железо. Технику, ну, сколько можно уже докупаться? Да, но при этом люди, наконец-таки, займутся развитием, там, сценарий, сценарного мастерства, режиссерских каких-то наклонностей. Вот именно вот займутся действительно творчеством. Ну, есть наклонность режиссера, это когда я, знаешь, называю режиссерами людей, которые ходят, всем советы раздают. Да, да, да. Вот этот директор. В английском же языке нет понятия именно режиссер, там же есть директор, да, направляющий. А вот в русском языке слово директор, дайректа, ну, типа направления, да, вот человек, который указывает, как делать, его взяли как действительно руководитель какой-то. А вот в производстве режиссер, это директор, это круто. Если ты умеешь раздавать всем советы, это офигенно, ну, займись, снимай, развивайся, творчество. Пусть это вся, вот это вот, шар вот этого вот всего, создание там контента, медийки, пусть он растет, это круто. Чем больше нас будет. Не могу не задать последний вопрос, где лучше монтировать? Пример, правильно, да Винчи? На диване. Ну, вот, это хороший ответ. Ты берешь, ну, ложишься на диван, включаешь диван, да, вот, Давидь. Я в премьере работал с 1998 года, я там все ипостаси этого Адоба прошел, я был там одно время даже золотым клиентом, они мне даже присылали какие-то грамоты на мероприятиях в начале 2000-х, все, но Адоб уперся в профессионализм. Ну, типа, вот это вот, что мы только что про фестиваль говорили, премьер это сугубо профессиональная монтажка, мало кто это понимает за счет пиратства, в России она приобрела статус некого такого, знаешь. Ну, это не поворотливый гигант, особенно, когда... Нет, если ты в премьере работаешь в ProRes, в DNX, MXF, это шикарная монтажка, она быстрая, она великолепна все. Но поскольку основная масса людей снимает все на фотике, 265-264 кодек, оно же не работает, потому что на Intel процессорах в самом премьере не существует ядра поддержки запакованных. Ну, в общем, на халфу можно вытянуть эту всю историю. Ну, а можно пойти купить макбук Pro, первый M1, 14-й, со 100 тысяч рублей, кайфовать. И вот тут уже ты буквально садишься на диван, открываешь и кайфуешь. И где хочешь, хочешь, да, где хочешь, в авиде. 8 часов держит батарейку, все летает быстро. Это и есть видео на канале, да. В общем, спасибо большое. Да, не мазать. Благодарю. Давай. Давай.